В новостях Ставрополья на первый план выходит погода, ДТП, сосульки и гигантские снеговики. Пожалуй, так в нескольких словах можно описать морозные дни в регионе. Уже сегодня вечером температура опустится до отметки минус 17. Как реагируют на это автомобили, а как жители нашего и соседних регионов? Анастасия Зубрицкая собрала вместе целую серию зимних сюжетов. Утро для владельца этого автомобиля выдалось не по погоде жарким. Такую картину наблюдали жители многоэтажки на улице Тухачевского в Ставрополе. Тушили пламя пять сотрудников МЧС. Им потребовалось несколько минут. Почему машина загорелась, официально причину пока не озвучили. А вот интернет-пользователи высказывают свои предположения. Автозапуск рулит. Автозапуск ни при чем. Скорее всего, система подогрева двигателя. Или как там называется. Точно не помню. А чё, прогревает машину. Прогревать машину, правда, не таким экстремальным способом автомобилистам придется точно. Синоптики прогнозируют усиление морозов. А сотрудники госавтоинспекции фиксируют на дорогах все больше ДТП. Скользкая дорога и плохая видимость стали причиной и этой аварии в районе села Верхнерусского. Ставропольцам рекомендуют воздержаться от дальних поездок, особенно в горы. Сразу несколько республик и районов округа попали в список лавиноопасных. Федеральное дорожное агентство предупреждает о возможном сходе лавин в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Алании. В последней республике из-за непогоды на несколько дней пришлось перекрыть движение на части федеральной автомагистрали. Обильный снегопад происходил в течение трех дней. Выпало на склонах более полутора метров. На дорожном полотне было более 50 сантиметров. Дорожники в течение трех дней не приступали к расчистке дороги в связи с тем, что противоловинная служба не могла произвести принудительный спуск лавин. Была опасность для жизни людей. Опасно в такую погоду и ходить пешком. Есть риск поскользнуться, а можно и получить по голове. Да, вот сейчас только сорвалось на голову, чуть не упало. Вот возле магазина. Ну как, опасно? Расскажите. Конечно, опасно. Особенно вот где раньше 18-е училище было. Там это висхозное здание. Вот там вообще тротуар ужасный, сосульки падают. Я обращал внимание, если честно. Ну а вообще на крыше не смотрите, когда ходите? Не боитесь, что вы пойдете на голову? Нет, я просто привык в сторону отходить. Уже более-менее. Позбивали. Ходите спокойно, да? Спокойно, спокойно. Стараюсь подальше ходить от крыш, чтобы ничего не упало. Не дай бог еще. Потому так, в принципе, чистить. Избавлять улицы от сосулек зимой – главная работа промышленного альпиниста Дмитрия. Сейчас на этом здании он убирает лед и делает так, чтобы он не появился в будущем. Для этого устанавливает дополнительные водостойки. В день он с напарником объезжает в среднем 4 дома. Приходится во всякую погоду залазить. И в холодную, и в жаркую. Сейчас время сосулек. Сосульки в основном сбиваем. Ну и сопутствующие все работы делаем. Ну, по такой погоде очень сложно работать, расскажите. Нет, не сложно, если быстро работать. Тогда не холодно. Тем более, сегодня солнышко. Но есть и такие ставропольцы, для которых зима – это в первую очередь развлечение. Они катаются на санках, коньках, лыжах, в упряжках с собаками и даже на банане. С приходом морозов ставропольцы стали ставить и новые личные рекорды. Вот, например, совсем недавно на улице Щерса в Ставрополе появился вот такой снеговик, выполненный в не совсем обычном формате. Такие снежные скульптуры пенсионер Владимир Смирнов делает каждому Новому году. Новая фигура обычно появляется после очередной уборки снега возле дома. Скоро к снеговику великану должен присоединиться символ 2017-го – петух. Мы рисуем экскиз какой-нибудь такой. Каркас будет? Да. Ну, вот здесь вот козел был. В прошлый год обезьяна здесь там вот была. Вот, детишки фотографируются. Ну, вот каждый год что-то делаем. Почему такой рекорд решили, можно сказать, поставить? А, рекорд снега, потому что выпал. В уличном искусстве пенсионеру помогает его жена. Она не меньше супруга, переживает за будущее творение. Ну, я взяла, написала объявление. Дорогие дети, это будущий снеговик. Будьте добрыми. Пожалуйста, не разрушайте и не пинайте его ногами. А тому, кто около своего двора сделает снежную фигуру, Дед Мороз обязательно принесет подарок. И результат сразу же сказался. После того, как все работы завершат, супруги организуют рядом с домом фотозону, чтобы каждый мог подойти и сфотографироваться. Анастасия Зубрицкая, Анастасия Ивановская, Антон Поляков, Ставропольское телевидение. Анастасия Зубрицкая, Анастасия Ивановская, Анастасия Ивановская, Анастасия Ивановская, Анастасия Ивановская, Анастасия Ивановская, Анастасия Ивановская. Продолжение следует...